Витаю вас, я Светлана. Сегодня видео про мои плетистые троянды, а их 22 сорта. Тащекилька 39 кущев. Не успеваю делать обзоры по отдельным сортам, поэтому решила сегодня кратко о каждой своей плетистой розе рассказать и показать ее в своем саду. Несколько высоких шарабов покажу также. Выбирайте, заказывайте в каталогах и украшайте свои сады. Сорт, о котором вам хотелось бы узнать больше, укажите в комментарии и я сделаю более подробное видео в самое ближайшее время. Все сорта подпишу и пронумерую. Первая роза, о которой хранится, я хотела бы рассказать, это роза Батшеба. Абрикосово-желтая, английская плетистая роза. Селекция Дэвид Остин, 2016 год. В моем саду посажена весной 23 года. Совсем молодой кустик. Цветы квартированные, нежные, небольшие. Красивый цвет, все оттенки персикового. Ветви мягкие, легко обовьют арку или перила террасы. Выбирайте ей место. Цветет небольшими кистями. Не болела, наросла за это лето не очень сильно. Но по цвету и по форме цветка эта роза мне нравится очень. Вторая роза, это роза Сабрина. Мейланд, Франция, 2012 год. Селекция. Это тоже первого сезона роза. Очень нежный розовый с белым цвет. Мне она похожа даже немножко на свадебную розочку. Такой нежный цвет. Цветок очень симметричный и по центру кнопочка показывается. Форма бутонная, чашеобразная, густо махровая. Необычное сложение лепестков. Как я сказала, очень симметричный, правильный цветок. Роза ароматно цветет кистями по 2, 5, 7 штук. Ветви также гибкие. Не болела, вредители ее тоже не жалуют. Сорт имеет мировые награды. Третья роза, это роза Полька. Селекция Мейланд, Франция, 1991 год. Цвет опять же персиковый, но более ровный оттенок без градиента. Лепестки у цветка более плотные и больше. Цветок выгорает в сливочно-нежный такой цвет. Размер цветка довольно большой, до 15 сантиметров. Снимала ее не так много, к сожалению. Цветет постоянно. Очень у нее мощные ветви кламбер. Легко возьмет высоту в 3-3,5 метра. Роза очень стойкая к болезням. У нее особенность она узнаваемая. Красивые лепестки, волнистый край. Четвертая роза, алхимист неоднозначная. Рамблер, цветы хамелеонистые. Очень красивые все оттенки персикового и розового. Переливается хамелеон настоящий. Цветок квартированный, ароматный. Зацветает самый первый. Выгорает в сливочно-кремовый. Цветет очень обильно. Куст невероятной силы роста. Быстро нарастает. На зиму я вырезаю до 10 побегов. Оставляю штук 5 базальных. Очень отзывчиво на удобрение. Растет на любых грунтах. Неприхотливая. Но есть одно большое но. Она очень склонна к чертной пятнистости. Я читала про это ее качество. Думала, справлюсь. Пока 1-0 в пользу алхимистов. Я даже подумываю куда-то ее убрать. Пол лета она стоит вся в черных пятнах. Ни на что не реагирует, ни на какие обработки. Отзовитесь у кого она есть. Что с ней делать с этой красавицей? Пятая роза. Айсберг. Плетистая флорибунда. Растет у меня на арке, где качели стоят. Сорт довольно старый. Кордес. 1958 года селекции. Я даже не знала, что плетистые флорибунды бывают. Это самая популярная белая плетистая роза. Цветет пеной. Бутон раскрывается бокалом, а потом становится чашевидный. Цветочки небольшие, до 7 сантиметров. Но их столько, что не видно ни листьев, ни веточек. В холодную погоду может чуть-чуть розовинка появится в оттенках. Как перламутровая немножко становится. В кистях очень много цветов. 15, 20, а может быть и больше. Ей дождь и солнце нипочем. Цветы долго держатся на ветвях, а когда облетают белый снегопад розовый. Красиво. Куст высоту не очень большой, до метр восемьдесят или двух метров. Шестая роза. Декор Орликин. Селекция Мэйланд, 1986 год. Эту розу еще называют Павлиний глаз. Уникальный узнаваемый окрас. В основании лепестки золотисто-желтые, а к краям оранжево-розовые. Создается эффект светящегося цветка. Лепестки по краям немножко волнообразные. Мягкие рюши. До двенадцати лепестков на довольно крупном цветке. Тоже где-то до двенадцати сантиметров. Аромат у этой розы слабый, но куст мощный. У меня посажен осенью двадцать второго года. И вот так на роз. За сезон двадцать третьего. К болезням. И Морозу очень устойчивый сорт. Мне она нравится. Она в углу, так как переливается прямо от солнышка. Даже когда солнышка и нету. Яркая. Седьмая роза. Парфюм Рояль. У меня есть за нее отдельное видео. За эту красотку это одна из первых и любимых моих роз. Посажено уже два куста таких. Первый вот это на арке с качелей. Цветы до пятнадцати семнадцати сантиметров. Крупные. Первое цветение просто ошеломительное. Второе немного поспокойнее. Бокал высокий, классический, с обратным золотистым реверсом на лепестках. Оно и видно, когда цветок мы смотрим. Реверс. Лепестки красиво выворачиваются при полном распуске. Куст очень мощный, здоровый. Дождя не боится, солнце не боится. У этого сорта очень красивая глянцевая листва. Даже когда цветов нету, перерыв в цветении. Листва аж блестит на солнце издалека. Арка увита этой розой смотрится как картинка из журнала. Кажется, что фотошоп тут применен. Очень красивая роза. Я посадила второй куст возле дома. Восьмой сорт розы это роза Вестерленд. Кордес 1969 год. Тоже довольно старый сорт. Но показал себя и популярен до сегодня во многих странах. Это высокий шарап, но ее очень часто выращивают как плетистую. У меня на перголе только эта роза растет и заняла место 3х3. И в ширину, и в высоту. Куст очень пышный, колючий. Ветви крепкие. На зиму ее не наклонить. Я так слегка на бок и к туи. Полустоя привязываю ее. Но вообще сорт относительно морозостойкий. Цвет оранжево-лососевый. Очень ароматно и ее обожают пчелы. Цветок среднемахровый до 25 лепестков. И немножко-немножко золотистый виден центр цветка. Цветет кистями с высоким цветоносом. То есть цветочки как выдвинутые. Эта роза одна из самых ароматных плетистых. Наверное из-за того, что цветов много, еще аромат усиливается. И нам на веранду очень приятно сидеть вечером. Особенно когда не ветра, тишина и аромат этой розы. Дождь легко переносит цветочки. Не болело. Очень красиво в высоких изгородях будет смотреться, если несколько кустов посадить в ряд. Если надо вам какую-то зону отгородить. Но куст большой, имейте ввиду. Девятая роза Пьер де Рансар. У кого ее нету, тут говорить мало. Надо только смотреть. Эта роза просто должна быть в каждом саду. Хотя селекционирована еще в 1985 году Меландом Франция. Цветы кремово-белые с малиновым центром. Выгорают до нежно-розового. У меня уже три куста посажено. Роза красиво привлекает взгляд нежностью и таким очарованием мягким. Очень долго держатся у нее цветы. До трех недель. Трех с половиной. Смотря какая погода еще. Цветок по размеру до 12-13 сантиметров. Куст мощный, здоровье отменное. Просто должна быть у вас в саду, если еще нет. Ее сестра роза Пале Рояль. Палас Рояль. Это спорт Пьер де Рансар. Так же как и цикламен. У меня есть видео про все эти три розы. Я их там сравниваю. Можете посмотреть на канале. Палас Рояль. Цветки у Пале Рояль крупные. До 13 сантиметров. Белые с еле видимым розовым дыханием по центру. Перламутровый оттенок у нее. Отлив. Старинной формы цветок. Если сравнивать с Пьером де Рансаром. То крупнее. И мне кажется пышнее как-то. Аромат очень слабый. Единственный недостаток. Куст нарастает довольно медленно. Или это у меня так. И третья роза спорт. Цикламен Пьер де Рансар. Самая розовая из этих трех сестер. Цвет бутона темно-розовый с серебристым реверсом. Кому нравятся такие розы темные. Размер бутона тоже довольно большой. 12-14 сантиметров. Густо махровый цветок. Аромат средний. У всех роз этой серии. Пьер, Палас Рояль и Цикламен. Аромат не сильный. Цветет обильно. И также долго держит цветок. Следующая роза. 12-я Шниевальцер. Тантау. 1987 год. Этот сорт очень-очень популярен в скандинавских странах. Там, наверное, его трипсы не трогают. Потому что эту розу у меня больше всего в саду. Трипсы портят. Нужны обработки несколько раз. Цветок очень большой. Кремово-белый. Классической формы. Центр цветка перламутрово-розовый. Аромат у этой розы слабый. Куст мощный. Кламбер. Не гнется. На зиму ее наклонить и закрыть проблематично. У меня посажено два куста симметрично вдоль дорожки к дому. Тринадцатая роза. Гирлянд де Амур. Селекция Лэнс. Бельгия. 1993 год. Рамблер с мягкими ветвями, которые надо только на опору подвязывать. Сама она будет лежать на земле. Цветок очень-очень маленький. Три сантиметра. Но их такое количество, что создается ощущение белоснежной пены, когда все раскроются. Этот сорт очень любим пчелами. Так что сажайте там, где вам надо, может быть, деревья какие-то опылить. Ароматная. Медовый аромат у нее. Листва ярко-салатовая, мелкая. Ну, розочка мелкая. Четырнадцатая роза. Наранга. Не так давно ее вывел. Тантал 2019 год. Цвет необычный. Медно-оранжевый. Для плетистых роз это необычный цвет такой. Интересный оттенок, когда распускается бутон. Кирпичные. Темно-бордовые. И мне кажется, даже чернота какая-то у нее есть. Потом она становится более ярче. Кирпич такой прям. Оранжевый кирпич. Куст молодой. Весной двадцать третьего года посадила. Наросла эта роза средняя. Четыре побега. Цвела тоже не очень обильно. Цветок до восьми десяти сантиметров. Листва темно-зеленая, блестящая. Посажена на задний план в желтый розарий. Думаю, будет красиво смотреться, когда подниму ее на опору. Единственный недостаток у нее я заметила, у меня она заболела черной пятнистостью. В сентябре месяце в желтом розарии она заболела. Не знаю, в этом году посмотрю за ней повнимательней. Роза эльф. Один куст растет возле парфюма рояль айсберга, возле качель. Я его почему-то совсем не снимала, хотя шикарная роза. Селекция Ханс Эверс. 2000 год. 2000 год. Второй кустик растет на клумбе за пирамидалисами. Эта роза, наверное, также популярна и узнаваема как Пьер де Рансар. Благодаря своему цвету. Лимонно-белый. Лимонно-слоновой кости даже. Фруктовый аромат. Очень большой цветок. Цветы крупные, до 15 см. Густо махровые. Тяжелые. Такие тяжелые, что от обилия цветов не выдерживают ветви. Гнутся. Эту розу надо обязательно закреплять на опору, арку или перголу. В этом году буду снимать ее больше, обещаю. Шестнадцатая роза Джон Сильвер. Лонг Джон Сильвер. Рамблер. У меня в августе она дала даже одиночные цветы. Интересно. Вообще цветет один раз. Эта роза уникальна. Знаете, чем у нее цветы? Бело-белого сияющего цвета. Я бы даже сказала, что самые белые из всех белых роз. Без оттенков. Цветы небольшие, густо махровые. Нежный аромат имеет. Цветет и одиночно, и кистями. Очень долго держится цветок. Но у этой розы удивительно другое. Это самый мощный по скорости роста и длине ветвей сорт плетистой розы. У меня три куста. И самая маленькая четыре с половиной метра была. А самая большая плеть шесть с половиной. Роза Спрут. С учетом того, что она всего два года у меня в саду. У нее шипы очень острые и выгнуты даже назад. Как с зацепками такими. Как рыболовный крючок. Знаете, очень колючие. У нее даже листья колючие. Семнадцатая моя плетистая роза. Сорт розы Диди Бриджуоттер. Мейланд, Франция, 2003 год. Она у меня в саду всего один сезон. Впечатлило не то слово. Огромные кораллово-розовые цветы с ароматом аниса. Цветы были все лето даже на таком маленьком кустике, который у меня нарос. Ветви наросли у нее не сильно большие. Но цветы больше ладони. Боюсь, что эту розу залюблю-залюблю. Не болела. Под дождем цветы не портились. Как для плетистой розы, у нее очень обильное цветение. Большими цветами. Роза Кламбер. Ну, я бы сказала, средне мягкие у нее ветви. Можно и наклонить, можно и оставить с легкой опорой. Цветет и одиночно, и кистями. В этом году жду ее цветения особенно. За нее еще что-то интересное скажу немножко позже. Восемнадцатая роза Моритим. Эверс, Германия, 2007 год селекции. Высокий Кламбер. Вот это Моритим, DD Bridgewater. Растут у меня на новой клумбе вокруг дома. Будут по стенам опирания иметь скоро уже, наверное. Моритим цвет розово-карминный. Немножко с пурпурным. Знаете, цвет такой, как снимала ее, тоже мало. Поэтому вот только одно видео такое показываю вам. Цвет не выгорает. Стойкая к болезням. Цветов много. Там пару веточек у нее было, но цветов много. Этот сорт имеет мировые награды. Следующая плетистая роза по сорту девятнадцатая. Христофор Колумб Плетистая. Есть чайно-гибридная, у меня плетистая. Меланд, Франция, 1991 год. Цвет алло-лососевый с золотой подсветкой. Сам лепесток такого необычного цвета, он смотрится как пудровый, как припудренный немножко. Реверс нежно-нежно-желтый, золотистый. Этот цветок в вечернее время у Христофора Колумба имеет как неоновую подсветку. Я, честно говоря, первый раз такое увидела у роз. Вечером шла по саду как неоновый. Знаете, в темноте светится. Повернулась, смотрю, у меня дидибриджотер через дорожку. И она также, вот именно две этих розы имеют какую-то неоновую подсветку. И свет на них не попадал. Хотела в темноте снять, но ничего мне не получилось, не видно этого эффекта. Чем-то фосфорицидным покрыты, может быть, у них лепестки. Не знаю. В общем, Христофор Колумб. Цветок довольно большой. Классическая форма. Высокий бокал. Вот с таким свойством. Имеет легкий аромат. Но мне вообще такого цвета розы нравится. Лососево. Алый какой-то, оранжевый. Коралловый. Нравятся мне такие розы. Следующий сорт, двадцатый. Жордина. Тантау, 2008 год. Куст очень быстро нарос. За один сезон два с половиной метра плети мне выдал. Бутоны махровые, нежно-нежно-розового цвета. Роза имеет аромат фруктов. Цветок 10-12 сантиметров. Но очень много. Я загоризонталила ветви. И они очень усыпаны прямо цветами. Побеги гибкие. Поэтому можно и на арку загибать и обвивать опоры. Второе цветение немного спокойнее, чем первое. Двадцать первый сорт. Роза. Найт Оул. Том. Корус. США. 2005 год. Цветок полумахровый. Темно-бордовый с ярко-желтыми красивыми тычинками. Лепестки как бархатные. Эту розу хочется смотреть и трогать. Такая она нежная. Бабочки ее любят. Прилетает много бабочек и шмелей на нее. Цветок сам до 10 сантиметров. У нее необычный аромат. Гвоздики и каких-то специй. Цветет большими кистями. До 15 штук. Куст довольно мощный. У меня уже два куста такой розы. Ночная сова. Раскидистый. Сорт Морозоустойчивый. Этот сорт имеет много мировых наград. Но есть за что. Розы бабочки. Двадцать второй сорт. Роза Мейн Тауэр. Селекция Кристофер Ворнер. Год интродукции неизвестен. Ярко-оранжево-алая роза. Очень крупные цветы. Двенадцать четырнадцать сантиметров. Центр цветок не показывает. При полном распуске лепестки выгибаются наружу. И цветок становится немножко плоский. Цветок держит очень долго. На солнце не выгорает вот такого алого цвета. Лососевого яркого. Очень долго стоят цветы. Единственное. Куст мало облиственен. Роза ароматная. Средний аромат. Ну что. Барок. Индигалета. Вайдаун. Розанну. Пинк Айс. Хендель. Шарап Винтер Лодж. И еще красавиц своих. Эти сорта покажу в новом сезоне. Уже не нашла их видео. Какая вам роза из тех, что я представила, особенно понравилась? Какой обзор сделать вам по сорту подробней? Напишите в комментариях. Кто-то может быть хочет узнать больше. Задавайте свои вопросы. Делитесь своими сортами плетистых роз. Особенно красивые. До встречи в новом видео. Всего хорошего.